Здравствуйте, друзья! В эфире 3D News Daily с порцией интересных новостей из мира высоких технологий. Архив интернета — это замечательная электронная летопись глобальной сети. Там можно, например, посмотреть, как 3D News выглядел 15 лет назад, или совершить ностальгическое путешествие по программам и играм из далекого прошлого. Теперь эта коллекция пополнилась обширным набором софта для Macintosh, который эмулируется прямо в браузере. В новой библиотеке содержатся программы, выпущенные с 1984 по 1989 год. MacPaint, MacWrite, легендарные Space Invaders и Lodrunner, и даже Microsoft Flight Simulator. В общем, на сайте уйма порталов в прошлое, каждый из которых снабжен подробным описанием и работает в браузере. Мы оставили ссылку в описании, загляните! В магазине Windows эмуляторам не рады. Недавно Microsoft обновила правила сервиса, в результате чего софт для запуска игр со старых консолей оказался вне закона. Это касается всех платформ магазина, то есть Windows 10, Xbox One и мобильных устройств. Однако кое-кто все-таки хитростью просачивается сквозь прутья решетки. К примеру, WinPDF Reader, как можно догадаться по названию, предназначен для чтения PDF-документов. А еще это скрытый эмулятор, позволяющий запускать на Xbox One игры для оригинальной PlayStation. Такая вот неожиданная обратная совместимость. Испанский портал Generacion Xbox протестировал несколько проектов и отметил неплохую производительность эмулятора. Различные игры исполняются с частотой от 35 до 60 кадров в секунду. ROM-образ можно загрузить с внешних источников, таких как OneDrive или подключенная флешка. В общем, это работает, но история распространяется по сети быстрее пожара, так что редмонцы наверняка скоро прикроют лавочку. Правда, Yarl Studio сейчас трудится над другими эмуляторами, замаскированными под PDF-ридеры, так что игра в кошки-мышки может затянуться. Виртуальная реальность все еще далека от матрицы, но ученые по всему миру работают над повышением качества погружения. На конференции в Денвере группа исследователей из института имени Хасо Платнера представила систему обратной связи для VR. Она имитирует соприкосновение со стеной или поднятие тяжелого объекта с помощью электромиостимуляции. Если вам когда-нибудь прогревали током мышцы после травмы, вы знаете, о чем речь. В плане железа в системе нет ничего нового. В рюкзаке управляющий ноутбук и стимулятор, на голове гарнитура Gear VR, плюс набор из электродов и различных датчиков на руках. Однако ученым пришлось изрядно постараться, чтобы создать реалистичную симуляцию. Поначалу они применяли ток пропорционально прилагаемой силе, но пользователи описывали ощущение как магнит, тянущий руку назад. В итоге этот недостоверный вариант заменили двумя схемами. Одна регулирует интенсивность симуляции, чтобы создать ощущение давления на упругие материалы, а другая посылает короткие импульсы, имитирующие напряжение при контакте с твердой поверхностью. Команда полагает, что все это в итоге можно будет встроить прямо в ткани и не обвешивать человека килограммами электроники. Не пугайтесь, под тканями ученые имеют в виду одежду, а не кожу и мускулы. Хотя, кто их знает? Больше новостей ищите на 3dnews.ru и не забудьте подписаться на наш канал. До встречи, друзья!